Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю! В эфире Минск чрезвычайный, а у микрофона Анастасия Гарбер. С начала года столичные спасатели на пожары и загорания выезжали более двух тысяч старас. За это время на пожарах погибли 19 человек, 57 были спасены. Минск чрезвычайный. Неосторожность при курении в нетрезвом состоянии, вероятно, стала причиной серьезного пожара в однокомнатной квартире четырехэтажки по переулку Козлова в минувшую пятницу. Работники МЧС спасли и передали медикам 60-летнего гостя, который, как ни в чем не бывало, спал на диване в охваченной огнем комнате. Также из-за сильного задымления в квартире на четвертом этаже был эвакуирован 26-летний мужчина. К слову, сгоревшая квартира отключена от электрогазоснабжения, а ее жилец характеризуется соседями с отрицательной стороны. Также в начале недели при расчистке склада на заводе железобетонных изделий по улице Селицкого среди неиспользуемого оборудования нашли шесть ртутных выпрямителей для старых сварочных аппаратов. В каждом из них имеется колба. Две такие колбы разбились, а ртуть вылилась на бетонную рампу. Работники МЧС собрали ядовитое вещество. В инциденте никто не пострадал. Минск чрезвычайный. Сегодня утром на номер 101 поступило сообщение о загорании кирпичного одноэтажного частного дома по переулку Кабушкина. Спасатели оперативно справились с огнем, никто не пострадал. В результате пожара повреждены деревянные элементы кровли и перекрытие дома на площади 120 квадратных метров. Причина пожара устанавливается. На этой неделе в республике стартовала акция в центре внимания дети. В эти дни в крупных торговых центрах столицы работники МЧС и юные спасатели рассказывают посетителям о проблеме травматизма и гибели несовершеннолетних в чрезвычайных ситуациях из-за того, что дети остаются без присмотра. Родителям следует помнить, что в силу своего возраста дети не могут оценить степень опасности каких-то предметов или своих действий. Конечно, запугивать ребенка не стоит, но объяснять и проигрывать с ним различные ситуации просто необходимо. На сегодня это все. Слушайте нас в следующий четверг. Минск чрезвычайный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова